МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире информационная программа репортера студии Светлана Князева. Добрый ранец. Сегодня у Гомеля начнутся урочистости, примиркованная до 90-х годов Гомельской епархии. Их начатком станет литургия у Свято-Петропавловским кафедральным собором. Як шакается, удел у ее и примуть патриарш-экзарх у сей Беларуси Павел, а так само архиереи с Беларуси, России и Украины. А прожа таго в двухденной программе закладка храма Святого Иоанна Война у Жлобине, наведывание Свято-Успенского монастыра у везцы Казимирова, приходов у Веццы и Добруши. Свою гисторию Гомельской епархии отличвая с лютого 1925 года, коли Святейший Патриарх Тихон призначил архимандрита Тихона Шарапова епископом Гомельским. Правда, тагочасной советской уладе такое рашение не вельми спадабалося, в связи с чем священнослужители одразу ж подверглися ганеням сбоку тагочасных улад. В 1929-м закрыли галовный храм епархии Свято-Петропавловский собор, где разместили спочатку экспозицию мясцового музея, а потом антирелигийный отдел. В 1962-м будинок переутворили у планетары. Ключи от собора верникам передали только у веростни 1989 года, а с 7-го студене наступного года у им отбылась первая литургия. Зараз Гомельский Свято-Петропавловский собор заявляется центром духовного життя усей в области. Главное – не нарушать канонов, которые у нас существуют в нашей православной церкви. А каноны эти говорят подчинение и послушание перед своим епископом, архиереем. Не искать каких-то мест, где бы побольше денег, пороскошнее жить. Не входить ни в какие-то политические партии или что-то такое. Политику – это не наше дело. Проводить свои службы чинно, благоговейно, как тому подобает. Проповедовать обязательно своим прихожанам. Призывать всех к миру, к любви. Вот в основном тезис нашей присяги. У Мазырыва урочистой обстановцы открыли городскую поликлинику номер 2. Гэта установа «Аховы здоровья» отшынила свои дверы для пациента у пасля реконструкции, якая дожилася три годы. На проведение ремонтных работ было выдатковано звыж 10 миллиардов рублю. Догашаканная падея открытия городской поликлиники номер 2 отбылася у отдаленном микрайоне Зарычны. Зараз тут проживая больше, как 8 тысяч человек. По кульве останове проходил капитальный ремонт, медицинскую допомогу жихары района могли открыть у будинку местовой школы у специально обсталяванных кабинетах. Однако, как взвернуться до специалистов в узкого профилю, необходимо было отправляться у центр города. Особливо тяжко приходилось пожилым людям, для которых такие поездки у громадского транспорта были достаточно частыми. Зараз отримать необходимую медицинскую допомогу можно побольше с домом. У поликлиницы знаходится сучасное обсталявание, функционуют процедурные и физиотерапевтичные кабинеты, клиника и диагностичная лаборатория, отделение дзенного знаходжения. В установе працует 18 квалификованных медицинских работников. Увод объекта во эксплуатацию повысит доступность и якость медицинской допомоги жихарам отдаленного микрорайона. Мы видим, что комплектована поликлиника современным оборудованием, где будет практически оказан весь спектр медицинских услуг. Надеемся, что этот объект будет востребован для наших жителей микрорайона Заречный, и они будут удовлетворены медицинским обслуживанием. У Беларуси завершился черговый этап подрихтовки до выборов президента краины, створения участков для голосования. На территории Гомельской области их 1070. Это крайне меньше, чем было на выборах у МСД в 2014 году. При этом, когда в одних районах лик участков неизначно скоротился, у других на дворот участков створено больше. Анализ показал, что количество потенциальных выборщиков на территории обслугования некоторых участков превышает предугледженный максимум – 3000 человек. В связи с этим было принято решение об открытии дополнительных участков. В основном это течется районам новобудовлев у Гомеля и Мазера. Скорочение количества участков отбылось в особенных сельских районах, поуплывала демографическая ситуация и миграционные процессы. Так само створены выборщие участки в двух войсковых частях, в 43 домах от починка, санаториях, профилакториях и других оздоровленных установках. В настоящее время ведется активная работа по выдвижению представителей в состав участковых избирательных комиссий. Данная работа по выдвижению должна завершиться до 23 августа, и до 26 августа, соответственно, должны быть образованы участковые избирательные комиссии. Никаких серьезных нарушений, препятствующих проведению избирательной кампании, в области нет. В осветлении кампании по выборах президента краины белорусским сторонкам сетки интернета отводится одна из главных ролев. Усе большая колькость граждан отримливает необходимую информацию в режиме онлайн. Подчас наиважнейшей подеи в громадско-политическом житии краины дейничает специальный сайт с доменным имем выборы2015.by. На импра доставлена информация про инициативные группы кандидатов и тематичные новины. А про сраздел материалы можно перейти на сайт Центральной выборчей комиссии, на яким сконцентрована наибольш полная официйная информация. Тут так само представлены широкий перолик нормативно-правовых документов, позначены контакты для сувязи, есть форма для отправки электронных зворотов. Варто отзнашить наявность додатковых версий ресурсу на английской мове и для корыстальников со слабым зроком. Особные сторонки, присвеченные выбором, функционуют так само на официйных порталах Гомельских Абл-Ваканкама, администрации районов Гомеля, сродков массовой информации. Усе материалы, присвеченные ходу выборчей компании, яке пройшли у эфиры Телерадо-компании Гомель, вы можете знайсти на сайте tvr-gomel.by. Акционерное товариство «Гомель Абл-Аутотранс» у якости эксперименту почало установку на автобусах внутриобластных линий высокохудкосного интернету «Байфлай». А пройчатого принято решение поступового знижения кошту проезду на внешних линиях. Про планы самого великого на Гомельщине перевозчика пассажиров доведаўся Олег Сентюров. Кали ў Гомель заявілся першая громадская автобусы, докладна невядома. Сгодна за адными краницами на линию Гомель-Новобелеца машины вышли 7 листопада 1924 года. У иншых материалах свержаецца, што гораджане почали крэстацца автобусным транспортом за 1947 года. Але ніхто не спрэчывая той факт, што Гомельскі областны аутотрест был створен за год до закончания Великой очинны. Подличено, што с того часу предприемством перевезено больше 10 млрд пассажиров. Водитель с амаль 30-годовым стажем Василь Карпов властны статистики невяде, але кажа, што с кожным годом умовы, як для водителів, так і для пассажиров поліпшаються. Ну, начинал я с 260-го «Икаруса» в 86-м году. Ну, да, конечно, «Икарус» – це вже техника, отжившая себе. А потом в развал Союза вообще не обновлялся парк. Приходилось туговато. Ну, выстоял костяк коллектива сохранился. У «Гумель Абл-Аутотрансі» признаються, повышення якості послуговання пассажиров не сама мета, а життєвая необхідність, бо он напрямую впливає на фінансове становище. Причім, тычиться гэта не тільки повышенні комфортність аутобусів. Тут і боротьба з недобросумненними водителіями, які утойують выручку і виявлення факту використання подробних проїздних документів, ящадя на керунок реформування філеялів, які не приносить значних прибытков, а так само адмена экономично-стратних маршрутов. «Сьогодні одна з головних задач аутоперевозчиків – оптимізація маршрутов. У «Гумель Абл-Аутотрансі» кажуть, що інакше ніяк неньга. Необходно лечити літерально кожний рубель, тим більше, що поставлена задача скорочати бюджетні компенсации». У «Гумель Абл-Аутотрансі» кажуть, що сьогодні сьогодні найбільш рентабельних міжнародних маршрути. Зараз, наприклад, пропрацюються варіанты аутобусних перевозок у Польщу, а так само з речіцей у Санкт-Петербург. Інша справа, що тут необхідно не тільки тримати відповідні дозволи у всіх затікавленних боків, але й витримати доволі жорстую конкуренцію. У тим більку з боку так званних недобросумленних, часто пау легальних перевозчиків. Правда, непосередно пассажирам такая конкуренція, тільки на користь на ніяких міжнародних маршрутах. Кошт проїзду вже знизився, і гэтий процес буде протягуватися. Ми різко снижаємо стоимості проїзду. В частності, на Москву проводимо акцію в данний момент, де стоимості проїзду снизили с 320 тисяч до 199 тисяч. І результаты, конечно, не заставили себе довго ждати. Пассажири оцінили нашу акцію і переходять к нам на обслуживання. Вратовальники Гомельської областної організації «Асвоту» у світі з «Спякотай» подвоїли колькость рейдових мероприємствів. На минулых выходних особливу увагу вирішили надати стихійним пляжам. Александр Гамоле доведався об небезпеці, яка відчакає тут відпочиваючих. Для одних пякучає сонця на год відпочити на пясочку, для інших – мобилизувати силу і подвоїть намагання у боротьбі за безпеку. «Спякотай сонця» поднесло немало недобрих сюрпризів відпочиваючим. Фактори ризики – повеличення водмеля, змінення рельефу водної акватори і пляжів. «Посмотрите, посередине реки ми обозначили мель. Слева от нас находится рыбак, который нарушає у нас все правила. Естественно, що людина, попав в яму, у нього возможен летальний исход». Головний боль вратовальника – у саморобні трампліни. З'являються такі екстремальні побудови, як правило, у далі чині от зони назірання освод. Але і такі місці не застаються без нагляду. «Попробуєм? А? По-моєму, получается». Вратовальники свержають. Тільки за пішній тідень – це вже третій трамплін, який довелось разобрати на дожці. Не усе відпочиваючі розуміють їх небезпеку і не усе задоволені одеяниями освод. «Ця конструкція щас останеться либо лежать на берегу, де буде мій ребінок йти, і, не дай бог, зацепиться і сломати ногу». Однак профилактична работа вже давно одладжена. Худка після розборки на місце отправляется додатковий екіпаж вратовальников. На березі не застається і следово небезпечной конструкції. «Очень прилична высота этого мостка і неизвестна, яка глибина. По заверениям тех людей, які присутствували, глибина в месте окончания этого мостка где-то около 2,5 метра. Ну, при його высоті 2,10-2,50 – це достаточна для того, щоб получить травму. Травму шейного отделу позвоночника, ну, самую страшную, которую можна получить при ныряниях». «Я видела, как дети это строили. Такі вот лет по 16 мальчики. Потом прыгают. Наші діти. Ну, не дай бог, чого. Конечно, правят». На перший погляд, меры жорсткі, але продиктованы й одни на самій справі маукливі і жудостній статистикі. Селіта на водоємах Гомельщини загинули 28 чоловік. Пятераз їх – неполноріднія. «Давайте матрас в берегу». Цивілізованне місце для тапочинку – оховываемые пляжи. За увесь перейд існовання – не одного трагічного выпадку. Толькі з початку купального сізону, каля тысячи фактов выратавання людей і амаль 5 тисяч попередженняў. Александр Гамоля, Ігор Марышенко, телерадиокампанія «Гомель». Нагады наш раннішній выпуск завершаны. У студии працавала Светлана Князева. Доброго усім дня і до зустрічі у ефірі.